Уважаемые коллеги, товарищи, на 15 авиационных заводах в советское время мы строили почти полторы тысячи летательных аппаратов. Каждый третий пассажир в мире летал на илах и тушках. Я очень доволен прежде всего тем, что основные заводы сохранены, технологии тоже. И в последнее время авиационная корпорация делает многое для того, чтобы модернизировать парк крылатых машин. Но хочу вам напомнить, что именно в эти декабрьские дни исполняется ровно сто лет, когда был пущен Транссиб. Когда Александру Третьему сказали, мы никогда не построим эту железную дорогу, он сказал, тогда мы не сохраним Россию. Транссиб свяжет своими рельсами страну воедино, а будущее России великое. Когда советская страна начала индустриализацию, то ответ был такой же, только сказали, без крылатой авиации. Наша огромная страна, которая свои крылья раскинула на 10 тысяч километров, тоже не спасется и не справится. И тогда были заложены лучшие КБ и освоена вся линейка авиационной техники. Хотел бы обратить ваше внимание на ТУ-160. Он и сегодня лучший бомбардировщик в мире, хотя он был изготовлен почти 30 лет тому назад. На Казанском авиационном заводе мы в год производили 50 машин такого типа, ИЛ-62 и ТУ-160. Сейчас там модернизируем одну машину, завтра другую. Я уверен, что будущее за такой авиацией на вложения должны быть на порядок больше. Наш ИЛ-86 президент летает на 96-м, Воронежский завод. Это машина единственная в мире, которая не убила за 30 лет ни одного пассажира. Но заказов для своей дальней авиации могло быть там в пять раз больше, когда бы мы перевозили не на Боингах, а на своих самолетах. Ситуация была бы на порядок лучше. Вот рядом истребитель ТЭТ-50. Смотрел ее президент и премьер. Классная машина. На пятый год делаем вооружение. Надо делать на порядок скорее. И в 31-й вернули на Стапеля после того, как пять лет мы в Думе настаивали, потому что пять полков от Мурманска до Дудинки прикрывали нам в север. Единственная машина с потолком 35 километров способна избивать и спутники. А сегодня безопасность у нас подвергается очередной агрессии. Кстати, МС-21 в марте будет поставлен на крыло. Делается в Иркутске, где губернатор коммунист и все делает, что машина вовремя полетела и была соответствовала лучшим стандартам. В целом, авиация нас действительно объединяет. Но авиация – это суверенитет, это единство страны, это супертехнологии, это интегральное машиностроение, которое позволяет поднимать все отрасли. Давайте вместе позаботимся о том, чтобы успешно и быстро развивались. У нас небольшой отразок времени, когда будет небольшая передышка, так впереди время неспокойное. Без авиации мы не справимся. Поблагодарим и пожелаем всем.